Привет всем! В этом видео я решил разобраться в одной из самых сложных и упоротых тем во всем SCP вместе взятом. Это крикуны в структуре. Тема хоть и сложная, а видео наполнено моими теориями и домыслами, но она может дать вам принципиально иной взгляд на многие объекты, да и вообще на всю фантастику. А может даже и на всю человеческую культуру, как знать. И да, почему SCP круто, только в SCP вообще могли такое придумать. Начинается всё с SCP-3930, который так и называется крикун в структуре. Из этого объекта мы узнаём, что в мире существуют области пустоты, в которых бесследно пропадает любая материя. Но это не главное. Главное, что в этой пустоте живут существа, которые называются крикунами в структуре. В самом SCP-3930 существование этих пустотных монстров объясняется тем, что человеческий ум не может адекватно воспринять ничто и пытается наполнить ничто чем-то, отчего и появляются крикуны, недовольные своим фактом существования тени из пустоты. Эту тему развивает рассказ SCP-00, который начинается с того, что сотрудник фонда пытается разобраться, почему никому не удается создать нулевой SCP, то есть SCP-00. Что и правда странно, ведь любой программист знает, что первый элемент любого массива всегда имеет номер 0. А что ещё имеет номер 0? Правильно, ничего. В смысле 0 предметов это отсутствие предметов. Из рассказа мы узнаём, что эта область базы данных занята одним из крикунов в структуре, ведь 0 в обычном человеческом понимании это тоже пустота, а крикуны заводятся именно в ней. В объекте есть скрытый текст, написанный белыми буквами на белом фоне, который оказывается рассказом от лица такого вот крикуна. Он появился в пустотном кусочке базы данных и начал в ней свою жизнь, мечтая лишь об одном, выбраться наружу. Однако сделать этого крикун не может, он может лишь созерцать отдельные куски из фондовской базы данных и через них видеть мир. Потому он начинает своё путешествие по страницам этой самой базы. Он обосновался на одной из служебных страниц под названием SCPS, которая предназначена для технических целей. Для того, чтобы понять, в чём суть SCPS, нужно прочесть её исходник. И в нём можно увидеть, что в этом файле есть текст, написанный шрифтом нулевого размера, в котором крикун обращается к непосредственно читателю текста. Он говорит, что сам крикун бесконечно мал. Он сам практически пустота. Вернее, он чуть больше, чем пустота. Но больше пустоты он на настолько малую величину, что меньше его нет ничего. И он ненавидит каждого человека за то, что люди своими мыслями обо всём пустом приковывают таких, как он, к этой пустоте. Заполняют пустоту ими. Крикун меньше всего не в плане размеров, а в том смысле, что крикуны практически не выделяются на фоне самой ткани реальности. Кстати, называются они крикунами именно в структуре, подразумевая как раз структуру самой реальности. Из разных других объектов можно узнать, что в пустоте живут и другие существа, и некоторые из них даже довольно могущественны. Но не крикуны. Крикуны — это самые мелкие и бессильные из них, и почему-то самые злые. Фондовский крикун понемногу продолжает проникать в базу данных, и вот он уже поразил SCP-3340 — файл, который фондовский компьютер раз за разом пытается удалить. При попытке удаления текста статьи из базы данных некая сила не дает пропасть определенным словам и фразам, которые поначалу выстраиваются в текст, в котором оставшиеся слова убеждают нас в том, что SCP-3340 не опасны, так же, что они личности и могут чувствовать боль. При следующей попытке удаления остаются только отдельные буквы, из которых складывается фраза «особям больно», и перед последней попыткой удаления остаются буквы «помоги нам». Сам этот объект описывает нематериальных паразитических существ, которые заводятся практически во всех носителях информации. В литературных произведениях, в программах, даже в человеческом разуме возможность поражения ума человека крикуном показана, например, в SCP-1678, где в одном из объявлений Нон-Лондона говорится, «Часто испытываете тревогу или депрессию? Это может быть симптомом воздействия крикуна в структуре». Но главное, что крикуны могут проявляться и жить в любой информации, и они существуют буквально везде. Многие космические объекты фонда повествуют о том, как внеземные цивилизации сталкивались с ними, крикуны промывали мозги целым инопланетным расам, и те устраивали бессмысленные войны из-за этого. Есть немало космических объектов, которые описывают борьбу разных инопланетных цивилизаций с крикунами. Есть даже целый хаб о разных космических божествах и поклоняющихся им сектах, которые воюют с ними. Но у нас тут не Вархаммер, у нас тут кое-что другое. Например, SCP-5103, объект, который кое-что объясняет насчет крикунов в структуре. Однажды фонд SCP занимался обычным для себя делом – исследованием соседних параллельных миров, каждую пятницу одно и то же. И в одном из них он нашел SCP-5103, который представляет собой гигантскую машину, существующую где-то в отдельном измерении. И нет, это не технодром. Машина эта служит тому, чтобы стабилизировать нашу реальность. А вернее, реальность фонда SCP. Одним своим концом машина как бы воткнута в наш мир. И это место выглядит как дыра в пространстве, то есть межпространственный портал. Другим концом машина уходит куда-то в вечную пустоту. Неизвестно, кто и когда её там построил, да ещё и создал для неё отдельный мир. Но оказалось, что относительная нормальность мира SCP поддерживается искусственно. И именно работой этой машины, которая как пылесос втягивает нормальность в наш мир. Если вы не поняли, как это работает по правилам вселенной SCP, гляньте видео про Юмы. Оно появилось где-то в подсказках. Фонд посылает сотрудника класса D, чтобы пройти эту машину насквозь из другой страны этого небольшого мира. D-класс сообщает, что слышит ужасающий хор голосов. И чем дальше D-класс туда заходит, тем страшнее и громче этот звук становится. Так фонд узнал, что за пределами физических миров находится целый океан этих рекунов, которые представляют собой всех существ измерений, растворившихся в небытие и пустоте. И некоторые из них растворились не в первую очередь благодаря работе этого гигантского устройства. Так мы узнаем, что мир SCP буквально окружен океаном душ из уничтоженных миров. И жизнь в этом океане настолько плоха, что они непрерывно кричат и корчатся от ненависти, при этом настолько бесплотны, что могут селиться между человеческих мыслей, между слов в книге и между строчек кода в программах. Читая об этом всем, у меня родилась шикарная теория. Но прежде чем ее рассказать, я хочу обратить ваше внимание еще на одну штуку из SCP-5103. Во время своих путешествий по объекту сотрудник D-класса ощущал патофизический поток. Что такое патофизика, я рассказывал в ролике про Горфилда в SCP. И если совсем кратко, то патофизика это такая вымышленная наука, которая объясняет, как вымышленные персонажи обретают сознание и становятся реальными. Выходит, что патофизический поток из этой машины иногда захватывает крикунов и забрасывает их не в области пустоты, как делает человеческий разум, а как раз в носители информации. А теперь к моей веселой теории. Одно из прошлых видео на этом канале было про SCP-245, компьютерную игру, сделанную на RPG-мейкере, в которой обитает некая разумная сущность, осознавшая себя в игре. Эта сущность начала изменять игру, свой мир. И собственно да, моя теория заключается в том, что это и есть крикун в структуре. Тем более, что существо внутри самой игры утверждало, что оно раньше жило в надписях на стенах и в поэзии. Так крикуны обычно и делают. Но лучше всего с этой теорией состыкуется как раз SCP-3166 Горфилд, который по тексту объекта из вымышленного кота стал монстром именно в результате патофизического пробуждения. И как раз начал свою жизнь с темы пустоты и одиночества. Ну и конечно туда же и вся эта кампания оживших персонажей ТВ-шоу. SCP-993, Клоун Помпон, Пеликан Пади из SCP-2835 и все прочие. Каждая из них, кстати, кричит как-то по-своему о пустоте. Крикуны называются крикунами не просто так. Криком они пытаются привлечь к себе внимание. Привлечь внимание к своему существованию, к своему бытию. Внимание человека это очень существенная часть их жизни в нашем мире. Еще в SCP-3930 говорилось о том, что само знание об этом SCP заставляет крикунов появляться в его пустоте. И чем больше людей знает об этом объекте, тем сильнее крикуны кричат. Тема внимания продолжается и в серии текстов, где крикун завелся в базе данных фонда. Он кричит именно о том, чтобы на него обратили внимание и увидели его. Так же делают и все осознавшие себя вымышленные существа. Горфилд выходит на охоту, когда популярность комиксов про Гарфилда падает. Падди Пеликан кричит от того, что его сериал никто не смотрит. Моника требует внимания. Хотя Моника это уже не SCP. В тех самых космических объектах, которые я упоминал, суть сводилась обычно к тому, что эти цивилизации из иных миров становились просто слишком густо населенными. Крикуны получали возможность обратить на себя внимание гигантского числа разумных существ. И становились достаточно сильны, чтобы уничтожить целую цивилизацию. Так что будьте осторожны с вашей вымышленной вайфу и не рассказывайте о ней никому. Впрочем, насчет персонажей игр и телевизионных шоу, ломающих четвертую стену, это просто теория. И игровая теория. Но нигде не написано напрямую, что они крикуны. А вот кто точно крикун, так это SCP-2682. И он отличается от других тем, что он вполне доволен своим существованием. И ко всему прочему, является довольно могущественным существом. SCP-2682 это крикун в структуре, который заострял в нашем мире в ягоде-малине, прилипший к мухоловке. Но несмотря на такое унизительное пленение, этот крикун рассказывает, что он был представителем цивилизации, которая достигла невиданных высот в развитии. И вполне благополучно просуществовала до смерти своего мира. SCP-2682 описывает преобразование мыслящего существа в крикуна, в ходе окончательного умирания мира. И отвечает на разные вопросы сотрудников фонда о жизни вселенной и всем таком. Этот объект стоит того, чтобы как-нибудь его отдельно прочесть на этом канале. Что я, возможно, как-нибудь и сделаю. Да, я пропустил довольно большую часть про всякие культы и связанных с ними божественных существ. Как по мне, в рамках темы крикунов в структуре, это те деревья, за которыми не видно леса. Какое-то такое, знаете ли, мельтешение вселенских божеств и событий, связанных с ними, с крайне натянутой эпичностью, при том, что в мире, из которого произошел SCP-2682, местные божества были уничтожены жителями этого мира полностью. Всем пока!